Роберт Киосаки, известный автор бестеллера «Богатый папа, бедный папа», предрекает исторический крах фондового рынка уже в октябре 2021 года. Вместе с фондовым рынком, по его мнению, могут упасть даже такие активы, как золото, серебро и биткоин. Этот прогноз он опубликовал у себя в Твиттере 26 сентября, то есть вчера. Вот что он написал. Гигантский крах рынка грядет в октябре. Почему? Казначейству и ФРС не хватает казначейских векселей. Золото, серебро и биткоин тоже могут рухнуть. Готовлюсь вливать деньги в рынки после этого краха. Но не продаю ни золото, ни серебро, ни биткоин, потому что имею большое количество кэша. Акции сейчас очень опасны. Будьте осторожны. Что ж, каждый вправе реагировать на такие прогнозы по-своему. Я хочу для начала показать вот этот график цены S&P 500, который отображает состояние фондового рынка. Здесь мы видим наложенные твиты Роберта Киасаки, в которых он уже не раз предрекал крах фондового рынка. Прямо сейчас ты можешь поставить видео на паузу и посмотреть точность прогнозов этого человека. Но в этом видео, благодаря твиту Роберта Киасаки, я хочу сделать более детальный и глубокий разбор того, что именно происходит с ФРС и казначейством. Ведь именно их Роберт Киасаки авансом обвиняет в будущем крахе биткоина, золота, серебра и акций уже в октябре. Эти недели на рынке были очень веселыми, в кавычках. События в Китае, Evergrande, ФРС сокращают закупки, потолок долга США обязан быть поднят, также инфляция становится значительной проблемой. Хотя и ФРС об этом не говорит. Так много всего происходит, и уже на этой неделе ФРС выступает с отчетом про экономику, в котором расскажет о планах центральных банков на ближайшее время. Прежде всего они заявили, что оставляют процентные ставки на тех же уровнях, около нуля. Но при этом в ближайшее время они начнут сокращение покупок на рынке. С каждым месяцем они будут сокращать покупки на 6 миллиардов долларов в казначейских облигациях и на 4 миллиарда долларов в ценных бумагах. Но есть одна вещь, о которой на этой встрече ФРС не сказала, и средства массовой информации об этом тоже не упомянули. Но на этом канале мы пытаемся находить и поднимать те темы, о которых СМИ забыли. То, что ФРС делает на самом деле, достаточно подозрительно. И это видео будет посвящено тому, как ФРС США и банки готовятся к тому, что может стать новым финансовым кризисом. И это началось с Эвергранда в Китае. Спасибо Роберту Киасаке за его твит, который вдохновил меня на это расследование. Надеюсь, для тебя это путешествие тоже будет интересным, как и для меня. И если это так, не забудь поставить лайк. Это помогает каналу расти, а мне находить мотивацию для создания новых видео. Первая вещь, о которой мы поговорим сегодня, совершенно масштабная, хотя на первый взгляд большинству такой не покажется. Это график рынка обратного репо ФРС США. Когда-то давно мы уже говорили о рынке обратного репо. Что это вообще такое? Грубо говоря, это антоним количественного смягчения. Количественное смягчение – это когда центральные банки, в том числе и ФРС США, агрессивно выкупают активы на огромные суммы. Например, в 2020-2021 ФРС США активно покупала облигации для того, чтобы удерживать процентные ставки по ним как можно ниже. Таким образом, они также создавали и ликвидность в финансовой системе. В какой-то момент ФРС довела до того, что в рынках оказалось слишком много ликвидности и денег, что и привело к взрыву активов, как видишь на этом графике, но также и к росту инфляции. Рынок обратного репо, по сути, является противоположным количественному смягчению операций, когда происходит обратный выкуп активов, то есть из финансовой системы деньги выкачиваются, а не закачиваются. И прямо сейчас на этом графике мы видим, что ФРС начинает выкачивать деньги с рынков. Также этот график говорит нам о том, что и сами банки начинают меньше занимать эти свеженапечатанные деньги ФРС, а значит и они готовятся к чему-то, о чем средства массовой информации не говорят. В 2018, как мы видим, рынок репо ФРС был около 2-3 миллиардов долларов в сутки. Только лишь с марта 2020, вот здесь. Как раз тогда, когда все финансовые рынки рухнули из-за коронавируса, объемы обратного репо ФРС упали практически до нуля. Посмотри, ноль, 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 ноль. Начиная с этого обвала в марте 2020 ФРС США включила количественное смягчение. Вот почему рынок обратного репо ФРС был практически нулевым. Это означает, что в этот период времени ФРС активно закачивала финансовую систему и экономику деньгами. Вот почему S&P 500 и остальные фондовые индексы с этого падения начинали огромный рост. Однако посмотри, что происходит сейчас. С весны этого года рынок обратного репо ФРС взрывается и доходит до абсолютно рекордных значений. Больше триллиона долларов в день. Не за месяц, не за год, а за день больше триллиона долларов оседает в карманах ФРС. Каждый день карманы ФРС пополняются на 1 триллион кэша. Но на недавней встрече ФРС они также заявили о том, что значительно повышают лимиты обратного репо на каждого отдельного контрагента. А теперь они составляют не 80 миллиардов долларов, а 160 миллиардов долларов. Еще раз уточню, это не 160 миллиардов в день суммарно. Это 160 миллиардов в день с одного контрагента. То есть с одного банка или с одной финансовой организации. Интересно, что еще в начале весны этого года этот лимит составлял 30 миллиардов. Затем его повысили до 80 миллиардов. И теперь до 160 миллиардов долларов в день с одного банка. Почему они это делают? Почему банки так напуганы? Зачем ФРС США так активно пополняет запасы кэша и уменьшает покупки активов? И почему эти новые изменения для рынка обратного репо совпадают с кризисом Эвергранда в Китае? Если спросишь меня, я думаю, что банки, возможно, знают больше, чем мы. Возможно, они знают о глобальном финансовом кризисе, что надвигается. И, возможно, цифровые валюты, которые они так ускоренно разрабатывают, необходимы для того, чтобы его пережить. В любом случае, это все догадки. Но вот это... Это сухая статистика, с которой спорить невозможно. ФРС выкачивает деньги с рынков. Интересно, что одновременно с этим сама ФРС США в публичных выступлениях говорит о том, что беспокоиться не о чем. Что все хорошо, инфляция под контролем, доллары не обесцениваются, и все просто замечательно. Но тем временем банки с каждым днем увеличивают накопление в кэше. Каждый день это больше триллиона долларов. Посмотри, вот, например, за 24 сентября 1,3 триллиона долларов. Вот сколько они накопили кэша. Вот сколько кэша было изъято из рынка. Зачем они это делают? Если нас ожидает крах, то затем эти банки возьмут свой кэш и купят абсолютно все за копейки. Фактически после этого они будут контролировать абсолютно все. Даже тот же биткоин. Если посмотреть на график общего количества активов ФРС, то мы можем увидеть, что их общая стоимость около 8,5 триллионов долларов. 8,4. Но что ФРС делает? На рынке обратного репо они продают эти активы банкам. Так что это не совсем даже баланс ФРС. Скорее баланс их банковской системы. Но мы также видим, что даже сокращая покупки активов, они все еще продолжают политику количественного смягчения. Вот она. Мы ее видим здесь. Зачем они делают это? Чтобы рынок чувствовал себя более-менее комфортно. А люди продолжали вкладывать деньги в фондовый рынок. Потому что именно так искусственно достигается снижение процентных ставок по облигациям чужими руками. Так что одной рукой ФРС продолжает подкачивать рынок ликвидностью, но другой рукой куда активнее отбирает эту ликвидность обратно. Вот еще одна причина, почему они это делают. Посмотри на этот график. Это счет казначейских облигаций США, либо же US Treasury Account. Мы видим, что в марте их баланс составлял около 390 миллиардов долларов. Но после этого он взлетел практически до 1,8 триллиона долларов. С тех пор американское правительство постепенно использовало этот счет, пока в сентябре этого года на нем не осталось 250 миллиардов долларов. Вот почему Министерство финансов США запаниковало и призвало Конгресс поднять потолок государственного долга. И, наконец, еще один интересный график вдогонку, который подтверждает все эти теории. Это рост денежного предложения в сравнении с инфляцией. Но на инфляцию мы не будем обращать свое внимание. Нас интересует вот этот черный график, рост денежного предложения. Как мы видим с марта 2020 года, когда все финансовые рынки обрушились из-за коронавируса, денежное предложение очень жестко начало расти. Но сейчас оно резко падает с 27 до 12%. Это говорит нам о том, что банки становятся намного осторожнее и выдают денег в долг куда меньше, чем раньше. Почему же они так неохотно раздают свои деньги даже в кредит? Потому что хотят держать как можно больше кэша на руках. Кстати, интересно, что некоторые американские компании покупали золото за несколько недель до событий в Китае и Эвергранде. Причем объяснили это тем, что хотят уменьшить риски от черных лебедей. То есть от событий, которые невозможно предсказать. Итак, давай подведем простой и понятный вывод. У меня нет конкретных причин почему, но объединяя все эти действия ФРС воедино, похоже, что Роберт Киосаки на этот раз может оказаться прав. Фондовый рынок действительно может ожидать большой крах, похожий на мартовский 2020 года. Иначе зачем ФРС и банки накапливают столько кэша? Зачем они выводят кэш из рынков? И если Эвергрант и рынок недвижимости в Китае сейчас переживут коллапс, крах фондового рынка будет 100%. И вот почему, похоже, банки ФРС США накапливают огромное количество наличных денег прямо сейчас. Но я хочу спросить у тебя лично, что ты думаешь по этому поводу? Напиши в комментариях. На этом все. Если видео было для тебя интересным, не забудь поставить лайк. Это помогает каналу расти, а мне находить мотивацию для создания новых видео. Также подписывайся на канал, телеграм, ссылка на который в описании под видео. Делись видео с друзьями, комментируй. Обязательно богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok